Валерий Дмитриевич, здравствуйте. Добрый вечер, Юля. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. У меня такой нескромный вопрос. Помните ли вы, что значит Евангелие по-гречески? Благая весть, да. Помню, по счастью, Юль. Абсолютно. А вы собираетесь благую весть нам нести сейчас? Нет, я всегда несу дурные вести. А вот вы как раз занимаетесь психотерапией, несёте благие. И я напомню, что благая весть, которую несла Евангелие, заключалась в том, что один известный персонаж, он пробыл три дня мёртвым на воскрес, и с фора вернётся к народу и раздаст ему разные совершенно замечательные вещи. А вы несёте благую весть и сообщаете аудитории, что один известный персонаж лежит в холодильнике и мёртвый. И ровно месяц сегодня, Юлия, ровно месяц сегодня, как он в нём находится. Да, и, соответственно, у меня вопрос. Что это говорит о качестве нашего персонажа? Потому что вот тот, о котором сообщали благую весть 2000 лет назад, что он жив, всем, видимо, очень хотелось, что он жив был бы. Независимо от того, правда это или нет. А что говорит о персонаже, что благая весть состоит в том, что он лежит в холодильнике? Ну, это говорит очень символично о том, чем закончилась не просто его земная жизнь, а это скорее говорит о том, чем закончилась его политическая карьера, с моей точки зрения. Это, помните, даже где сто было ясно, там гроб ставит. Ты сейчас находишься вместе с замороженными цыплятами и брокколи. Конечно, нет, их оттуда вытащили. И это достойное завершение. Человек, который хотел перекроить историю, историческую карту, хотел одержать реванш, взять реванш за гибель Советского Союза, который он называл крупнейшей геприджической катастрофой 20 века, сейчас видим, мороженые тушки находятся в холодильнике, и решается вопрос о том, когда его предать земле, а может быть, и не предавать земле, а может быть, что-то с ним другое сотворить. Это первое. Второе. Его жена и дети находятся под домашним арестом, и они находятся в той же самой резиденции, где находится его тело. И они знают, где это тело находится. Его дочки вынуждены молчать, а его ближайшие друзья из-подвижники, когда отмечали 9 дней, 9-го, 4-го ноября они отмечали, не знаю, почему 4-го, возможно, потому что была просто суббота, им было удобнее, они, напевшись, стали удивляться под конец, почему нет музыки. Вот во всех отношениях тотальная фиаско, Юля. Это очень знаменательно. В общем, я бы сказала, что метафорический холодильник действительно совершенно точно имеется, потому что, ну да, вот это как с Карлом Великим. Про Карла Великого после того, как он умер, все надеялись, что он воскреснет. И довольно несколько сотен лет надеялись. А про этого все надеются, что ваша благая весть окажется правдой. И боятся сглазить. Боятся сглазить. На самом деле, как раз политическая реальность новая формируется уже без него. Он уже в ней не присутствует. Даже двойник не присутствует. Он присутствует лишь как генератор шумов, но не как генератор курса и смысла. Это очень важно понимать. А в чем тогда заключается новая политическая реальность? Новая политическая реальность состоит, в первую очередь, в подготовке к изменению курса. Причем курса страны практически во всех аспектах. Начиная от внутренней политики, экономической политики и заканчивая внешнеполитическим курсом. То есть во всех, без исключения аспектах. Изменения начнутся, видимо, уже в декабре, самое позднее в январе. Николай Платоныч, который сейчас является верховным правителем России, он намерен, ну я в данном случае цитирую Лукашенко, помните, он как-то произнес Александра Григорьевича, он будет переб**ивать, понимаете ли, чиновника. Вот Николай Платоныч намерен начать переб**ивать. Речь идет о избавлении администрации президента по крайней мере от половины чиновников, включая ряд высших чиновников, о замене ряда вице-премьеров, об отставке премьер-министра Российской Федерации в любом случае, в любом случае. То есть о тотальном кадровом обновлении, об отставке главы Центробанка и прочее, прочее, прочее. Это первое. Ну и, кстати, губернаторы тоже должны полететь. Правда, мне эти планы кажутся чересчур обширными для того, чтобы быть реализованными по той простой причине, что Патрушев намерен проводить изменения на всех фронтах фигуральных. Он, в частности, намерен начать осуществлять интенсивную национализацию. Список активов, которые подлежат национализации, подготовлен, причем он значительно расширен по сравнению с первоначальным списком, который был готов еще в прошлом году. Естественно, остается открытым, я сейчас не говорю о внешней политике, остается открытым принципиальный вопрос, состоящий из двух аспектов. Первый – проводить ли президентские выборы, потому что хотя большинство тех, кто составляет правящую коалицию, в принципе, хотели бы провести. Но есть и голоса, которые усиливаются сейчас, что не надо их проводить. И под предлогом введения военного положения эти выборы надо отсрочить, перенести в некое неопределенное будущее. Это первый аспект. Второй аспект состоит в том, кто же пойдет на эти выборы. Пойдет ли двойник, которого кличут Васильичем, это мнение части коалиции, или пойдет преемник. Есть несколько преемников. Основной – это Патрушев, министр сельского хозяйства, действующий министр сельского хозяйства. Но есть еще несколько, по крайней мере, два или три кандидата. Я бы сказал, они скорее запасные кандидаты, тем не менее они имеются. Вот их фамилии, я назову 30 ноября, когда буду проводить свой платный стрим. Юлия, воспользуюсь возможностью рекламы, потому что те, кто платят, они имеют право на эксклюзивную информацию. И, наконец, что касается внешней политики или международного положения, обратите внимание, с 27 октября по 26 января четырежды российское руководство заявляло о том, что оно готово к переговорам с Украиной. Четырежды. Об этом заявлял Лукашенко, которого попросил Патрушев, сразу же на другой день после смерти Путина. Об этом заявлял Шойгу, находясь в Пекине. Это не прерогатива министра обороны. Ну, понятно, Лукашенко еще теоретически мог бы сказать, что было бы вам неплохо положить конец безобразиям. Об этом говорил Ушаков, помощник помнешней политики покойного президента. И об этом сказал сам Васильевич, что да, мы вообще всегда готовы были к миру с Украиной. И могу вам сказать, что консультации сейчас идут очень интенсивно. И те публикации в западной прессе, которые мы с вами сейчас видим, причем в серьезных, очень серьезных изданиях, они не только сходятся в тональности, но они отражают подвижки в этом отношении. Разным образом, равным образом, мне кажется, очень знаменательным в этом контексте заявление Давида Арахамия о том, что мы не виноваты, это нас Джонсон заставил. Это откровенная или глупость, откровенная глупость, или это стремление перенести ответственность за неудачу, в данном случае за военные неудачи, на отставного премьер-министра Великобритании. То есть очень-очень много симптомов, и могу сказать, что в принципе Запад склоняется к тому, это правда, чтобы не приказывать Украине, никакого императивного давления там не будет. Но подталкивать ее, разворачивать к тому, чтобы она смотрела в правильном, с точки зрения Запада, правильном направлении. Направление перемирия с Россией. Они будут подчеркивать, что это не мир ни в коем случае, что стратегически вы, дорогие украинские партнеры, выиграли, вы остановили российское вторжение. Ну давайте, вам сейчас нужна пауза, и всем нам. И вот давайте мы сейчас заключим перемирие с Российской Федерацией, а потом, ну, рано или поздно, мы, значит, свое вернем, свое отвоем. Ну, Российскую Федерацию это вполне устраивает, потому что речь идет о заключении перемирия на условиях территориального статус-курс. И, кстати, да, помните, я говорил, по-моему, у вас в последний раз, что военной целью сейчас российский генштаб ставит взятие Авдеевки. К этому подошли уже очень близко. Несмотря на колоссальные потери, все силы там сконцентрированы и считают, что до Нового года эта задача будет решена. Подчеркиваю, считают. А не знаю, будет ли она решена или нет. Вот это и есть изменения российской политики во всех ее аспектах. Более того, идет очень интенсивная и острая, совершенно невидимая городу и миру борьба между элитными группировками. Она идет сейчас. Она идет по вопросу престола наследия. Она идет по вопросу экономической политики. Там уж, конечно, такие широковещательные планы Николая Платоныча, ну, очень многим не нравятся. Вы понимаете? Особенно не нравятся тем людям, которых называют, ну, или называли путинскими олигархами. Вот это те, которые входили в его, ну, в ближайшее окружение покойного. Фамилия их слишком известны, поэтому их можно сейчас и не называть. Что если ситуация на самом деле, несмотря на кажущееся затишье и кажущуюся банализацию российской политики, она напряжена, как никогда. И скоро вот эти пузыри начнут лопаться, пузыри якобы нормальности или псевдонормальности, и начнет проступать подлинное, чуть не сказал, в общем, хайло. Начнет хайло проявляться нового курса. Юлия? Так вот, тогда как раз к перемирию. Давайте действительно начнем с Арахамия. Я напомню нашим слушателям, что совершенно неожиданно на стриме у Масичук. Арахамия сказал, да, вот мы еще там могли в марте заключить перемирие. Цена была, цена была не вступление Украины в НАТО, учитывая, что сейчас как-то уже даже и не идет речь о вступлении в Украину в НАТО. А часть моих украинских друзей просто сделала глаза квадратные и сказала, как? Так, одни сказали, как? Так это получается, что, значит, это все даже Джонсон решал и при этом ничего, строго говоря, не пообещал. Другие сказали, как? То есть могло быть то же самое и при этом сберегли бы десятки тысяч жизней. Без гибели, да. Без гибели, без разрушений, да. А другие сказали, нет, тогда нельзя было объявлять перемирие, потому что никто не знал, как дальше будут развиваться события. Потом же все-таки российская армия, она отступала из Херсона, она отступала из Харькова. У меня совершенно нет суждения по этому поводу, потому что, чтобы иметь суждение по этому поводу, насилие надо быть украинцем. Это твои люди должны, ты должен взвешивать эти потери. Но вот мне очень интересно, что все-таки с вашей точки зрения, тогда в марте происходило. Ну, происходили переговоры. Я не знаю, было более или менее согласованной позиции, но мы говорим о марте все-таки прошлого года. Но я не знаю, сыграла ли Джонсон эту самую пресловутую роковую роль, о которой, ну, как ее охарактеризовала Рахамия, там, роковую, сакраментальную. Но у меня ощущение было и тогда, судя по тому, что я знал, что, в общем, Крем сам не очень был готов идти на мир. Ему тогда казалось, что Украину можно додавить. И что ситуация, хотя и не пошла так, как первоначально планировалось, но, тем не менее, она обстоит сравнительно неплохо и с очень, в принципе, с хорошей перспективой для Российской Федерации. Поэтому, я думаю, то, что сказал Рахамия, если соответствует действительности, то только в какой-то части, не более того. Вот здесь интереснее, я бы сказал, почему он это произнес. Ну, я вот предположил, что это или... Ну, или это просто... Ну, он совершил ошибку, да? Я бы сказал, что это даже не ошибка, скорее глупость. Или просто пришла пора снимать ответственность себя за неудачную, в общем, военную кампанию. Она оказалась... Ну, хорошо. Если ее нельзя назвать неудачной в полном смысле слова, то она... Ее результаты явно не соответствовали тем ожиданиям, которые, так говоря молодежным сленгом, форсились весной этого года. Она совершенно точно не соответствует результатам. И более того, никакого стратегического перелома, что признал и сам заложен, не произошло. И произойти не может. Ну, значит, тогда встает закономерный вопрос. А вообще, получается, что политика военная оказалась ошибочной. Кто за это будет нести ответственность? Потому что рано или поздно вопрос встанет. Как встанет вопрос о том, он сейчас не встанет, но он неизбежно встанет. Почему не были предприняты шаги, превентивные шаги, позволяющие успешно отразить российское вторжение? Ну, хорошо. Вы могли не слушать профессора Соловья, который об этом говорил, еще двух-трех авторов, ссылаясь на то, что это странные конспирологи. Но ведь американская разведка абсолютно точно предостерегала. И она называла точные даты. Она называла приблизительную численность. Почему вы ничего не сделали? Что, как товарищ Сталин, мы не должны дать спровоцировать себя? Кто-то за это все должен нести ответственность. Политическую ответственность как минимум. А может быть, и не только политическую. Вот все эти вопросы сейчас, видимо, начинают потихонечку формироваться. До публичной дискуссии, я не знаю, дошло в Украине дело или нет. Возможно, это вопрос будущего. Может быть, даже не близкого будущего. Но это неизбежно должно обсуждаться. Но сейчас главное объяснить людям, почему все это произошло. И почему цели не достигнуты. И тем паче, что, ну, глядя на то, каким именно образом оказывается сейчас западная помощь, в каком количестве и какой номенклатурой, ну, становится понятно, что цель – это не помочь Украине победить. Цель – это позволить Украине не проиграть. Не более того. Ну, или, скажем, не позволить России выиграть. Вот. Ну, никак не помочь Украине победить. Так что некоторые вещи становятся все более очевидными. И как бы, опять же, какова бы ни была инерция, она очень сильная инерция массовых ожиданий, которые, на самом деле, подогревались сознательно, подогревались весны. Я не хочу сказать, что это был обман. Были определенные расчеты, были очень серьезные надежды. Почему я не считаю, что это было просто ради пиара и некая психологическая операция по поддержанию духа украинцев, потому что я знаю, какие настроения были тогда в российском генштабе. Они были... Вот с этого момента чуть-чуть поподробнее. А вот весной этого года настроения в российском генштабе были декадентские. Откровенно декадентские. Там готовились к тому, что будут потеряны новые территории, что будут потерян Донбасс, что, ну, к кону окажется судьба Крыма. Ну, вот за Крым мы поборемся. Более того, генерал Герасимов пал в немилость у тогда еще живого вождя, когда он ему сказал, ну, мы в конце концов можем пойти и на потерю Крыма. Мы его потом отобьем. Я нисколько не преувеличиваю. Герасимов об этом сказал на совещании, что вызвало у Путина просто отороп. Вот представьте себе отказаться от всего того, что он считал, ну, главный символ его внешней политики. Вот. Символ возвращения России в число великих держав, вставания с коленой и прочее. И Герасимов совершенно спокойно сказал, ну, можем отказаться и от Крыма. Но мы его все равно потом вернем. Мы же один раз вернули, вернем еще раз. Вот такие были настроения. И разменный Крым. Да, по мере того, как украинское наступление началось и стало развиваться, выяснилось, что тактика, даже не тактика, а идея Суровикина о создании оборонительных линий, вот этой знаменитой линии Суровикина, да, она оказалась очень правильной. И оказалось, что такое простое, даже примитивное оружие, совсем не технологичное, как мины, способно не просто сдержать, остановить наступление очень неплохо подготовленных частей. Их готовили, мы знаем, по натовским стандартам, готовили в Европе и неплохо вооруженных. И по мере того, как выяснялось, что украинское наступление, оно способно принести Украине некоторые очень скромные позиционные достижения, но никакого перелома оно не способно произвести, настроения в Генштабе стали меняться. И уже в сентябре, ну как, говоря их языком, я вам сейчас докладываю, да, вот говоря их языком, в сентябре среди офицеров Генштаба начал, воцарился сдержанный оптимизм. Осторожно, сдержанный, но оптимизм. Очень интересный показатель. Ну, для тех, кто живет в России и на Украине, он понятен сейчас будет. Генерал Герасимов, который 24 июня со дня мятежа пригожен находился в постоянном запое. Он утром начинал с двух стаканов коньяка. И только после этого начинался рабочий день. Генерал Герасимов бросил пить. Потому что он почувствовал, ну, если не запах победы, то запах не поражения. Было принято решение навалиться на Авдеевку, Авдеевку взять, овладеть, пусть с такой же высокой ценой, как цена при овладении Бахмута. Это попытаться пропагандистически продать российскому обществу. Это первое. И второе, использовать это как аргумент в консультациях с Западом. Чтобы Запад понял, что обыграть Россию на поле боя не удастся и стал подталкивать Украину к началу переговоров о перемирии или о мире. И сейчас, я опять же, я вам рассказываю о планах. Я сейчас не беру реакцию второго, противоположной, противостоящей стороны. Я не говорю о том, планы эти реализуются или нет в полном объеме, или как они реализуются. Сейчас, в общем, Россия близка к реализации этого военного плана. Не говорю о реакциях, да. Говорю о том, на что делался расчет. Так вот, еще раз. Если сравнить настроение в генштабе весной, в апреле-майе и в сентябре-октябре, это две колоссальных различия. Это совершенно разные настроения. И я вам привел сейчас даже пример о том, что были готовы к потере всего, включая Крым. А можно уточнить тогда два момента? Первый, почему Авдеевка? Почему, например, удар был нанесен не возле Токмака, отбивая, срезая Работинский? Юля, я не знаю. Я не задавал этот вопрос. И, честно говоря, я не считаю его столь важным. Они отлично отдают себе отчет в том, что это тоже, конечно, не будет никаким стратегическим переломом. Речь о новом наступлении масштабном не идет. Потому что не хватает боеприпасов, несмотря на то, что Северная Корея немало поставила. Но, тем не менее, их не хватает. Не хватает техники, не хватает бойцов. То есть, если готовить масштабное наступление, надо тратить немало времени на это. И речь идет о том, чтобы в рамках концепции стратегической обороны, что его это сейчас называют, активной обороной, добиться некоторого успеха. Но успех этот использовать не собственно в военных целях, а использовать скорее в политических или внешнеполитических целях. Ну вот остановились на Авдевике. Я думаю, военные специалисты, Юль, вам и мне гораздо компетентнее объяснят, в чем смысл, какой интерес, чего ожидать от этого, а чего не ожидать. Ну сейчас, похоже, что довольно серьезно продвинулись по пути, по этому пути, по части реализации этого плана с Авдеевкой. Дальше, что называется, мяч на украинской стороне. И вот я думаю, что заявление Рахами, которое мы с вами обсуждали, когда я на первый ваш вопрос отвечал, оно отчасти показатель вот той нервозности, которая сейчас возникает в украинском эстеблишменте в связи с изменением ситуации. Я бы сказал, с изменением стратегической рамки. Действительно, стратегическая рамка меняется. Американцы откровенно говорят, что они отвлекаются, ну не только они, но они в первую очередь на Ближний Восток. Но где-то, что это не все, на что они отвлекаются. Они сейчас интенсивно перевооружают армию Тайваня. Интенсивно. Именно на новейшее вооружение они ее перевооружают. Поэтому им есть, кому поставлять новое оружие. Им есть. Они поставляют его Тайвань. Потому что для них это более серьезный потенциальный театр. Более серьезная проблема Китая, чем сдерживание России, которая, как они считают, уже сдержана. И дальше она уже не пойдет. Не сможет просто. Ну и прекрасная ситуация. Можно истощать Россию дальше. С тем, чтобы она в обозримой перспективе вообще не представляла никакой угрозы. Истощать силами и жизнями украинцев. Да, вот такая реал политика. Абсолютно циничная. Юлия. Я две вещи хочу уточнить. Как раз прежде, чем мы перейдем к большому блоку вопросов именно про намерения украинского руководства и как это выглядит. Очень несколько вещей уточнить по Авдеевке. Первое. У меня есть ощущение, что вот эта операция по выравниванию фронта, она происходит силами бывших вагнеровцев и что Путин дотрачивает бывших вагнеров, как он это делал в Бахмуте. Это ощущение или это правда? Плюс штурм-зет. Я думаю, что у вас штурм-зет, да, это одно. Но вагнер это совершенно другое. Я знаю, что они попытались, в основном вагнеровцы, направиться в Африку. Часть это удалось. Часть отошла вообще от дела на какое-то время. Но сейчас, видимо, потому что у них деньги стали кончаться, а посолы привлекательные, стали возвращаться. Да, действительно возвращаться в состав разного рода спецподразделений. Но в основном, как мне говорили, Юль, опять же, я здесь могу ссылаться на такие устные сведения, да, и они подлежат, естественно, проверке из других источников. В основном, их используют как инструкторов, а не как бойцов. То есть у них очень большой и действительно классный, очень качественный военный опыт и вообще-то ими дорожат. Их используют как инструкторов. В отличие от отрядов Штурм-Зет, которых, конечно же, совершенно не жалко. И я напомню, что даже когда был штурм Бахмута, Бахмута, то вот те уголовники, ну, вот эти истории, да, которых выдвинули там, значит, на передовую или, как они называют, на передот, основная, вот костяк Вагнера, он вообще занимался другими делами. Он учил, он развивал успех, но он вот в эти местные штурмы, насколько я знаю, не ходил. Костяк на самом деле не так велик. А потери оказались, как мы знаем, колоссальные. Не буду сейчас приводить, но они колоссальные. Под Авдеевкой, насколько я представляю, они не меньше. Поэтому, Юля, нет, это все-таки не дело Вагнера. Ну, по крайней мере, так, как мы его видели прежде. Он к этому причастен, его бойцы, но уже по-другому. И решающий ролик они не играют. Еще одно техническое уточнение. Вот то, я не помню, 400 тысяч или миллион снарядов, которые передала Северная Корея. Это, я слышала, что это произошло, во-первых, с благословения Китая, и более того, я слышала, что это вообще старые китайские снаряды, которые были переданы Северной Корее. А вот такое ощущение, что Китай, который долго в 1922 году стоял в стороне, в 1923, действительно стал использовать Путина в качестве ледокола. И о чем-то они договорились. Это так и о чем? Да нет, это, опять же, тоже преувеличение. Дело в том, что на протяжении всего 1922 года Путин очень активно просил китайцев о помощи вооружениями. Не боеприпасами даже, а именно вооружениями. Китайцы весной прошлого года, они сказали, ну, давайте мы подождем до лета. А потом летом они сказали, мы подождем еще. Но, дело в том, что их интерес в том, чтобы не позволить России катастрофически проиграть. Очень важно это понимать. И они обратились к своим северокорейским младшим братьям, младшим партнерам с тем, чтобы те оказали России вот помощь не только снарядами, но в том числе техникой. Ну, что китайцы не хотят подпадать под санкции. Они действительно военную технику, боеприпасы России не поставляют. Хотя это не исключает поставок техники двойного назначения. Ну, и то она идет не открыто, а такими, я бы сказал, по серым схемам. Техника двойного назначения идет. Я уточню, я не имела в виду, что это маскируется как корейская техника, а на самом деле китайская. Я имела в виду, что это та техника, которую китайская армия действительно поставила Корею в рамках собственного перевооружения. А уже от Кореи это просто ее. Очень может быть. А это никакого значения не имеет. Все равно в основе этого, по-моему, всего находились советские образцы, которые модернизировались и доводились до УМА. И в принципе это устраивало. Это устраивало и устраивает российские вооруженные силы. И Корея будет оказывать эту помощь. Да, Байден просил среди Димпина, чтобы он повлиял на Северную Корею, чтобы он повлиял на Иран. Иран тоже пока что оказывает помощь. Он оказывает помощь России. Другое дело, что уже израильтяне, они настоятельно попросили Путина перед смертью, а потом Патрушева очень настоятельно, чтобы Россия не оказывала помощь Ирану во владении ядерными технологиями. Поэтому я не знаю, как вот сейчас этот договор с Ираном выполняется. Потому что Путин договорился с Ираном, когда в 22-м году, ну, не напрямую, а через дипломатов, через военные делегации, о том, что Иран помогает не только вот этими беспилотниками, но он помогает в том числе баллистическими ракетами. Кстати, иранцы очень долго откладывали, они очень долго волынили поставки. Вот шакеды они стали быстро поставлять. А что касается ракет, то нет. Они только вот сравнительно недавно ракеты пошли. А обмен, в ответ, в обмен обещали вот помощь во владении мирным или немирным адамом. И это, кстати, привело к сильному росту напряженности. на непубличном уровне между Москвой и Иерусалимом. И это стало той главной причиной, по которой израильские врачи отказались лечить Путина. И они об этом ему сказали как раз в марте вот этого года. Сказать, что возможности медицины исчерпаны, а дальше все, ну я вам уже говорил, да, в руце Божьей. Они, насколько я знаю, они лукавили. Не все возможности медицины были исчерпаны. Но Израилю происходящее активно не нравилось. И он решил повлиять на ситуацию таким образом. Путин был очень расстроен. Он затаил большую зону Израиля. И поэтому он не стал возражать, когда Российская Федерация приняла участие в подготовке нападений 7 октября. Российские власти были не просто в курсе, хотя они не представляли масштабов, сразу уточню. Но помощь они оказывали российские власти, в данном случае Хамас. Но зато вот после 7 октября, промежуток между где-то 7 октября и 25-м, 26-м договорились о том, ну вот делегация же Хамас ни с чем уехала, абсолютно ни с чем. С пустыми обещаниями, говорят, даже обещаний не было. Она приехала и вернулась восвояться. Израильтяне договорились с Россией о том, чтобы Россия не помогала Хамасу, чтобы она минимизировала помощь Ирану, по крайней мере во всем том, что касается задач израильских вооруженных сил, чтобы, ну и по возможности повлияло на Иран, с тем, чтобы Иран в эту свару не лез. Что значит помогали Хамасу конкретно, насколько вам известно? Конкретно значит я могу снабжали его разведывательной информацией, если говорить конкретно, помогали финансово, было финансово, ну я сразу подчеркну, что роль России в этом была не ключевой, ключевая роль это была роль Ирана, значит, потому что русские даже, ну россияне не представляли масштабом всего происходящего, что значит поставили Хамасу, я не знаю в каком количестве, образцы той техники, которые были захвачены у украинских вооруженных сил, это очень важно, то есть поставили технику, но именно захвачены украинцев, и вот инструкторы Вагнера помогали Хамасовцам освоить новые методы вооруженных действий, базируясь на том опыте, который они приобрели во время войны с Украиной, это тоже было, вот в этих аспектах помощь оказывалась. Теперь собственно самый ключевый вопрос, мы к нему уже подходили, когда обсуждали интервью Давида Арахами, потому что оно чем меня поразило, мы видим, что Россия, ну я не знаю насколько вы говорите, что это серьезные сигналы о перемирии, соответственно мы видим, что какое-то давление оказывается со стороны США, и вот мы видим статью в Бильд, в которой было написано, что Зеленскому просто не будут давать оружие, пока он сам не поймет, что надо договариваться, и мы видим, что приблизительно плюс-минус это действительно происходит, может быть мы некоторые подробности обсудим того, как это происходит, но в принципе мы видим то количество оружия, которое дают, и то количество оружия, которое сколько-нибудь необходимо, но одновременно мы все это время видим заявления президента Зеленского очень жесткие, которые типа выборов в Зеленске проводить не будет, пока не будут границы 91-го года, а будет, значит, Украина сосредоточится на борьбе за демократию, выборов проводить не будет, пока не будет границ 91-го года, а в рамках существующих военных реалий это означает, что это ближайшие тысячи лет, соответственно, как можно мириться, это все несправедливо, Крым нужно вернуть Украине, соответственно, вот все эти заявления никак не показывают, то есть показывают, что президент Зеленский напрочь отвергает любую идею перемирия, и соответственно, как с этим соотносятся те же самые слова Рахами, вот что я не понимаю. Ну, Юля, я не знаю, консолидировано или мнение сейчас украинского эстеблишмента, украинского руководства, я просто не знаю. Вот Зеленский все поставил на одну карту, он задрал ставки, эта ставка очень велика, она, видимо, была нереалистична, хотя, может быть, кто знает, может быть, осенью прошлого года и весной этого года она казалась реалистичной. Ну, есть вообще неплохая историческая модель, это Ленин и Брестский мир, вы помните, да? И тогда расчет Ленина, который выглядел авантюрным, он сработал на сто процентов, на сто процентов сработал, что надо было выиграть время, выиграть время и выиграть часть пространства, да, чтобы в конечном счете сохранить главную завоевание большевистской революции, это власть, власть самого Ленина и пролетарскую власть вообще. Поэтому есть исторические прецеденты, которые указывают, что можно пойти на перемирие, надеясь на изменение ситуации потом. Хотя, это, конечно, очень опасные прецеденты, но дело в том, что я уверен, что в случае с Украиной именно так может произойти. У меня нет никаких сомнений, что в Российской Федерации политическая ситуация изменится к самым кардинальным образом. И это позволит Украине получить то, что она хотела бы, ну, я называю это широким компромиссом, да, заключить, то есть, уже не перемирие, а мирный договор на условиях широкого компромисса. Возможно, поэтому Зеленский сейчас предпочитает такую непримиримую позицию. Возможно, он мыслит стратегичнее, чем мы предполагаем. Возможно, он дальновиднее, возможно, он хитрее. То есть, это не просто упрямство, вполне возможно, а за этим упрямством может быть стоит некий стратегический расчет. Потому что, исходя из того, что я знаю от представителей этих самых элитных группировок, которые сейчас составили новую коалицию, они уверены в кризисе, они абсолютно уверены, они уверены в том, что кризис будет масштабным, и они говорят откровенно, что когда это все начнется, у нас на кону будут стоять кремли, нам наплевать на Украину. Будет. И поэтому, наверное, Украина в этой ситуации могла бы получить ну или все, или почти все, что она захотела бы. Понимаете, и Патрушев готов пойти на мир, он готов пойти. Другое дело, он отдает себе отчет, что как выбираться его сыну, если тот откажется от территориальных приобретений. Не очень хорошая репутация, это скверно идти на выборы. Вот Путин нарастил государство, а ты взял, значит, добился успехов каких-никаких, а ты взял все это сбросил. С точки зрения престижа, с точки зрения пиара, все это было бы контрпродуктивно. Поэтому Патрушев говорит, он посылает сигнал, он хочет прекратить военные действия. Очень важно это понимать. Он не хочет продолжать их. Он хочет прекратить на условиях статус-клон. Ну, что могла бы сделать Украина? Вы знаете, она могла бы сказать, окей, давайте мы попробуем начать консультацию. Вот, в марте были консультации, правильно? Потому что для Украины сейчас оттяжка, да, то есть демонстрация готовности к каким-то компромиссам, вместе с тем не принятие никаких стратегических решений. Возможно, была бы тоже правильная позиция. Но я не берусь решать за украинское руководство. Я, в данном случае, как эксперт предлагаю варианты, которые могли бы быть использованы. Юлия? Президент Зеленский еще сказал, что Россия готовит против него Майдан-3. И знаете ли вы что-то об этом? Юлия, я считаю, это абсолютно неправдоподобным заявление. Я считаю, что оно вызвано, конечно, внутриполитическими обстоятельствами, но не подготовкой Майдана-3, а подготовкой обвинить всех своих потенциальных оппонентов в том, что они танцуют и поют под русскую дудку, если они выступают против Зеленского, то это делается по указке и на деньги из Москвы. Я объясню, почему это маловероятно. Дело в том, что вся обширная разведывательная агентованная сеть России на Украине, она была колоссальна, она с 24 февраля перестала действовать. То есть, эти люди не выполнили свои обязательства. Наверное, пожали плечами и сказали, ну, что, ситуация изменилась, теперь мы против вас. Ну, или, по крайней мере, точно не за вас. То есть, понимаете, нет инфраструктуры, которая бы позволила проводить такую работу. Это первое. Второе. Можно ли считать такую инфраструктуру Медведчука и его каких-то оставшихся друзей на Украине? Я думаю, что мы согласимся с вами, что вряд ли. Я уже не говорю о том, что эта инфраструктура, она тоже разгромлена, уже разгромлена украинцами. Если первая инфраструктура, она просто сама отказалась сотрудничать с Россией. Я не буду вам называть цифры, я их знаю. Я просто знаю эти цифры, да, какая часть на самом деле сохранила лояльность России. Вы бы немало подивились, немало бы подивились. И вы поняли, какое гигантское количество денег было потрачено впустую. Причем, Юля, самое смешное, что это можно было легко предвидеть, что окажется скорее всего так, что скорее всего так и окажется, что эти люди будут брать деньги и ничем вам не помогут. Так что они ничего естественно делать не будут. Хотя я сказал, что сейчас заметен рост политического напряжения на Украине, но он не настолько драматичен, с моей точки зрения, не настолько драматичен, чтобы представить себе ситуацию острого внутреннего конфликта. Более того, вся та социология, которая нам доступна, и украинская социология, и социология Гелопа, они месяца два назад обнародовали результаты исследования, проведенного на Украине, однозначно указывают, что, в общем, украинское общество все еще надеется на победу и нацелено на победу. То есть там нет такого уж сильного, может быть, и есть разочарование, наверное, даже есть, оно проявляется, но оно не доминирует. Это не доминирующий, не главный нерв украинских массовых настроений. Что я не вижу, понимаете, ни одной предпосылки для того, о чем говорит Зеленский. Вообще ни одной. Их просто нет. Конечно, Россия была бы рада, если бы, ну, Кремль, если бы подобное произошло. Конечно, она готова была бы приложить к этому руку. Но прикладывать-то не к чему. Понимаете, инструментов нет. Инструментов не осталось. Инструменты вышли из-под контроля и отказались сотрудничать с мастером. Сказали, нет. Залужный, главнокомандующий Залужный написал статью, в которой было сказано, что ситуация на фронте зашла в тупик. После этого президент Зеленский сказал, что тупика нет. А после этого нам сказали, что между Зеленским и Залужным нет никаких разногласий. Вообще, все, кто об этом говорит, это вот опять же агенты Москвы. А после этого президент Зеленский опять дал интервью газете САНФ, который сказал, что вот некоторым военным надо молчать, а не заниматься политикой. А я, конечно, понимаю, что вы не специалист по внутриукраинским отношениям. Но мне очень интересно, как все это выглядит из Москвы и что об этом говорят в, я не знаю, в том же Кремле и Генштабе. Ну, если операция не на российскую пропаганду, которая, конечно, будет раздувать, раздувает тему противоречения, то я бы сказал, что подход довольно реалистический, он вытекает из оценки структуры ситуации. Наступление оказалось, ну, не с таким результативным, мягко говоря. Можно ли его назвать провалившимся? Может быть, в каком-то смысле можно назвать провалившимся. Или, скорее, мало, крайне малоуспешно. Стратегического перелома не произошло. Кто несет и нес ответственность за военную часть? Военные несли, да. Смогли ли политики обеспечить им то, что военные требовали? Нет, не смогли. Но, наверное, они бы вообще не смогли обеспечить. То есть, я имею в виду, оружие в нужном количестве, нужная номенклатура. Просто не смогли бы обеспечить. Естественно, когда происходят такие вещи, начинается поиск виноватых. Естественно, растет напряженность. Но, тем не менее, несмотря на то, что мы видим отголоски напряженности, в том числе напряженности в отношениях между президентом и главнокомандующим украинскими вооруженными силами, это не переходит в область публичного скандала. Это очень важно понимать. Никакого публичного, продолжающегося скандала нет. Его просто нет. Это первое. И второе, это не переходит, очень важно, в апелляции, допустим, Залужного к украинскому обществу. Я вам напоминаю, что в свое время генерал Лебедь, когда он находился в конфронтации со своим армейским руководством, что он делал? Он очень удачно апеллировал к российскому общественному мнению, и это помогло ему создать плацдарм, заложить основу для своей, как он считал, политической карьеры. Залужный ничего подобного не делает, даже близко. Даже близко. Он все-таки, не все-таки, действительно поглощенный исключительно военной стороной дела. Занят исключительно военными делами. Еще раз, могу сослаться на, опять же, оценки Генштаба, они его очень высоко оценят. После сентября прошлого года они его называли гением. Вот я слышал. Они просто говорят, что это гений. За что? Это военный гений. За вот те операции, которые вы упоминали. Это было в прошлом году. Да, за там Киевско-Харьковскую операцию и за освобождение Херсона. Они говорят, что это гений. Причем, Герасимов это очень хороший военный. Блестящий. Блестящий. И это действительно автор концепции гибридной войны. Эта концепция очень успешно в некоторых аспектах использовалась. В частности, по отношению к Европе. Ну, это тема отдельного разговора. Я знаю, что он очень тоже высоко ценит заложного. Поэтому упрекать его в чем-то, в каких-то военных провалах, в провалах, конечно же, нельзя. Другое дело, была ли вообще осуществима сама идея, это же очень, знаете, с военной точки зрения было беспрецедентное решение, переходить в стратегическое наступление или попытка перейти в массированное наступление, не имея не то, что воздушное превосходство, превосходство в воздухе, а не имея вообще поддержки в воздухе. Это было нечто новое. Юля? Да и бронетехники. Да и бронетехники. Ну и бронетехники тоже не имея в достаточном количестве, много чего не хватало. Но ведь, опять же, Залуженный же не говорит, что его политики заставили. Исходя вот из того интервью, которое он дал экономисту, он говорит о том, что, ну он предполагает, я так понял, он подразумевает, что ими были совершены, ими, военными, ошибки в оценке ситуации. Валерий Дмитриевич, вот вы когда сказали гибридная война, если честно, я почти половину нынешнего нашего эфира хотела как раз посвятить обсуждению достатков и недостоинств гибридной войны. Но я думаю, что мы просто вначале начнем эту тему, а потом уже продолжим ее на какой-то другой встрече. А сейчас я все-таки хочу, потому что это, знаете, тем более, что я считаю, после истории, после благой вести о Путину в холодильнике, это просто вот у кого же спрашивать, как не у вас? Во всяком случае. Да, но дело в том, что информационно-психологическая война это лишь один из инструментов гибридной войны. Там много инструментов. Я могу им привести, ну, эти такие экзотические инструменты, допустим, как затоваривание Европы наркотиками и цены на гибридную, там, я не знаю, как сейчас, находились несколько лет назад на историческом минимуме. На историческом минимуме. И к этому приложил руку основательно Российской Федерации. Вот весь тот кокаиновый багаж, как он имел вполне простого адресата. Вот это был такой важный инструмент гибридной войны. Когда я спрашивал, зачем? Он говорит, ну, представь себе ситуацию. Вот эти вот деклассированные элементы, населяющие кварталы там, Парижа, Марселя, Леона, рядок крупных французских городов, которые привыкли приобретать нахрену по очень низкой цене, вдруг устроили, что цена выросла, а поток нахрену прекратился. Как они себя поведут? Естественно, понятно. То есть, возмутятся, как если бы хищили газа. Да, естественно, вот эти действительно, нет, эти-то возмутятся. По крайней мере, устроить погромы запросто. Устроить погромы запросто. Рижа не шла о том, что они там будут захватывать пласт. Нет, они дестабилизируют ситуацию. Добавьте к этому, допустим, атаки, хакерские атаки на банковскую систему. Когда сети банковские падают. Ведь Россия это делала. Она делает во втором десятилетии этого века и провела, по крайней мере, две таких пробных операции, которые оказались высокоэффективными, я вам могу сказать. Да, после этого кипит безопасность. Я не помню год, но когда появлялись вирусы, значит, я не помню, опять же, название, я знаю, что две таких операции были проведены, их результаты были сочтены удовлетворительно. подчеркиваю, удовлетворительными. Это не для доклада президента только, они были сочтены удовлетворительными теми людьми, которые объективно оценивали масштабы и последствия этих операций. И представьте себе, плюс к этому, вот у вас не работают банкоматы, да, они просто перестают работать. Ну вот, чего далеко ходить. Январь прошлого года, волнение в Казахстане, проблемы с интернетом, банкоматы перестали работать. Банковские и вообще онлайн вы финансы использовать не можете. А теперь представьте себе, вдруг выясняется, ну хорошо, не работает, у нас есть наличка, вдруг выясняется, что части этой налички, в частности, купюры в 50 евро являются фальшивыми. Что происходит вообще с финансовой системой страны? Да, вы правильно поняли, да, Юлия, правильно. Это тоже была часть подготовленной гибридной атаки на Европу. Просто эта атака не была задействована в том масштабе, в котором она планировалась, потому что цели и приоритеты изменились. Когда первоначально решила о том, что главной целью, главной мишенью Российской Федерации будут страны Балтии, то надо было нейтрализовать Европу. Вот на этот случай готовились эти вещи, которые я вам сейчас привел, да и плюс некоторые другие, о которых и говорить не стану. Но Европа была бы парализована. Европа была, были и другие вещи, более, я бы сказал, стрёмные. Они делались под чужим флагом, но они были готовы, эти вещи. Европа была бы парализована. На то время, которое Российская Федерация, Сашкрем, считал достаточным для решения вопросов со странами Балтии. На решение вопросов со странами Балтии отводилось не больше 10-12 суток. И в феврале, могу вам сказать, что в феврале прошлого года Владимир Покойный Владимир Владимирович горько сожалел о том, что он всё-таки совершил ошибку, начав с Украины. Он говорил, что надо было начинать всё-таки вот с Прибалтики. Прибалтикой называл. Шансов на успех там было не в пример больше. Вот что такое гибридная война? Да, и Герасимов, Герасимов, он автор этой концепции. Некоторые элементы дорабатывали другие ведомства, в частности, ведомства Патрушева, да, и они доработали. Некоторые элементы, элементами занималось главное управление Генштаба, наиболее, я бы сказал, такими острыми элементами. Ну, в общем, в целом это выглядело как ужасающий, могу вам сказать, ужасающий, многоаспектный план влияния на Европу. Причём, ни один выстрел бы не прозвучал. Ни один выстрел. Никто бы никаких десантников не высаживал. В этом не было никакой нужды. Но Европа была бы парализована. Но Киев-то Путин тоже надеялся взять в три дня. А у меня такой вопрос, а что мешает? Это он, а не Герасимов. Герасимов на это не надеялся. И Патрушев тоже. И они его предостерегали. Вот что означает, что надо доверяться не куму, а надо доверяться профессионалам. Не кумовьям, а профессионалам, понимаете? А что мешает после заключения гипотетического перемирия вернуться ко всем этим планам? Нет смысла, потому что надо будет заниматься консолидацией власти. Патрушев считает, что он довольно быстро пройдет этот этап, но, насколько я знаю, нет, быстрым это не будет. Быстрым это не будет, и успешным это тоже вряд ли будет. И надо проводить, значит, ну да, почему бы потом не вернуться к этим планам, но надо же провести новую экономическую политику. В новой экономической политикой это на самом деле хорошо забытая советская политика, я бы сказал, даже большевистская. Красногвардейская атака на крупный капитал в прямом смысле слова. Еще раз, Юля, это национализация крупнейших активов. Не просто их передача в правильные руки, да, это второй этап. Именно национализация крупнейших активов. И как вы думаете, что бы произошло в этом случае с российской экономикой? И, кстати, возможно, еще произойдет, потому что эти планы это как раз в силе. Мне вот будет очень интересно понаблюдать, что, то есть, гибридная война будет предварительно развернута на территории России, против российской экономики и против российской финансово-банковской системы. Потому что в Центробанк и финансовый блок правительства будут назначены комиссары, в прямом смысле слова, чекисты, которые будут наблюдать за тем, как выполняется решение. Ну, тогда у меня есть два последних вопроса о гибридной войне и к информационной войне. Мы просто обязательно вернемся. Я даже предлагаю отдельно посвятить этому вот просто передачу без персоналей о принципах, о принципах успешных информационно-психологических операций. Согласны? Хорошо. Да, конечно, с удовольствием. Да, так вот, возвращаясь к двум важным вещам, которые уже говорили. Первое. Вы говорили, что существуют разборки между несколькими партиями. Насколько я представляю себе, разборки эти выглядят так, что есть люди, в первую очередь, патрушев, которые против проведения выборов, потому что тогда человек, сидящий на троне, будет от них полностью зависеть. И есть люди, в первую очередь, условно Кириенко, которые за выборы, потому что это их стихия, и тогда они на этом наварятся и подрастут. Да, Юля, можно и так классифицировать, но ввиду, что Кириенко не имеет права решающего голоса. Он не участвует в общем в политбюро. Если участвует, то только с совещательным голосом. И судьба его, насколько я знаю, будет независима. Вне зависимости от того, как и чего он хочет. Вне зависимости от занимаемой им позиции. Ну, в общем, вы право в том, что да, есть люди, которые говорят, давайте выборы проведем как положено, в срок, давайте договоримся, кто пойдет. И есть те, кто говорит, ну, слушайте, давайте мы отложим это, мы введем диктатуру, она будет называться каким-то причудливым образом. мы допустим, что у нас там будет, какой совет-то, они в конституции у нас записаны, я не помню. А, госсовет, да, госсовет. У нас будет вот это политбюро, которое существует, оно будет институционализировано в виде, ну, госсовета. Оно будет управлять Россией до лучших времен. А мы скажем, что лучшие времена непременно наступят. Непременно. Ну, дайте мы сейчас сперва обновим Россию. Путин недостаточно ее поднял с колен. Недостаточно. Она пока еще не разогнула. Вот она сейчас разогнется, все будет замечательно, а потом мы проведем выборы, а потом они скажут, что, ну, зачем, какие выборы. Это вообще не наше дело, не в наших традициях. Это не соответствует ни российской ментальности, ни нашим традиционным скрепам, ни нашим ценностям. Давайте мы как-нибудь вот госсоветом и будем выбирать верховного правителя России. Короткий вопрос. Женю Беркович отпустили на похороны бабушки, а художницы Скочилянко дали фантастический и невероятный срок. Это случайность, это сигналы, это активность каких-то людей. За Беркович попросили просто. За Беркович попросили, Юля, это все предельно просто. Если есть люди, которые за вас могут вступиться, да, могут вступиться, то ваша участь будет несравненно легче или проще. Или если вы представляете такую фигуру, которая способна вызвать некое общественное негодование, общественное недовольство. Потому что Скочилянко вызвала фактом приговора. Фактом приговора. Если бы кто-то сейчас мог за нее вступиться, ну, наверное, во время апелляции суд бы пересмотрел срок, который был вынесен. Но я не знаю, вступится ли за нее кто-нибудь. Есть ли такие люди или нет? Сейчас никто, честно говоря, ни за кого особо вступаться уже не хочет. Потому что, ну, я могу сказать, что все напуганы. Просто все напуганы. Понимают, что будет происходить ужесточение, оно готовится. Это правда. Готовится еще больше закручивания гаек, готовится ужесточение. В конце декабря будут проводить учения по отключению Ютьюба и мессенджера. Ну, Ютьюба, по крайней мере. В планах также отключения Ватсапа и Телеграма. Ну, я сразу скажу, что, насколько мне известно, с технической точки зрения, это все-таки нереализуемо. Нереализуемо. Плюс есть политические противодействия. А? Ютьюбчик? Ютьюбчик? Плюс есть противодействие на политическом уровне. То есть, здесь не только вопрос в технических ограничениях, есть еще и политические проблемы. Ну, вообще, это намерение Патруша очень серьезное. Вот он считает, что социализм советский удалось бы сохранить, если бы были такие замечательные цифровые технологии, как Китча. Тогда бы все было, ну, как в Китае, думаю, говорят, мы всех бы взяли под контроль, доходили бы до каждого человека. И каждый, ну, такая антиутопия. Знаете, это его мечта. Он, кстати, человек очень идеологизированный. Вот в отличие от всей этой комарильи, в том числе чекистской, он очень идеологизирован. И он искренне, вот мне говорили, вот понимаешь, когда Путин сказал о том, что ему жалко СССР, это все была игра. Игра там на чувствах и эмоциях старшей части российского общества, а Патрушу искренне жалко. И он абсолютно уверен, что крушение СССР было результатом заговора. Ну, значит, деятельности западных спецслужб, которые нашли, подпевал в Советском Союзе, там из числа ясно продавшейся гнилой интеллигенции, ну, и враги пробрались в партийный аппарат. Это его мировоззрение. То есть, он не только о деньгах, вот когда говорят, ах, они только о деньгах, ничего подобного, ничего подобного. Он, в том числе, о большой идее. И этим он особенно опасен, я бы так сказал, в своих действиях. Но, он еще, понимаете, он не только опасен, он еще и саморазрушительен. Вот, все, что я вам сейчас перечислил, и все, на чем он настаивает, это несет себе зерна таких противоречий, таких конфликтов, которые просто не дадут этим планам реализоваться, а резко повысят градус в России. Просто резко. Если никакого перемирия не будет, в чем состоит план зимней кампании и много ли будет дронов лететь на Украину? Да, будет много, потому что запас создавали, запас ракет, обратите внимание, ведь давно уже не было массированных налетов ракет, обратили, я думаю, внимание, да. Значит, все это готовится и постараются повторить то, что делали зимой прошлого года. Ну, зимой прошлого, зимой этого года. Да. Нанести удары по энергетической инфраструктуре и вообще по критически важной гражданской инфраструктуре. Когда мне спрашивают порой, вот какая цель, ну, цель это понятная, реализуемы они? Я считаю, что нет, они не реализуемы. Дело в том, что у этих людей, которые принимают решения, у них выбор возможностей невелик, понимаете? Они пользуются теми инструментами, которые им доступны. Вот, знаете, как, если человеку дать в руки молоток, то он все будет забивать. Это известная шутка, и она, в общем, к сожалению, правдива. Вот у них есть молоток, у них нет более чувствительных инструментов, они никак пока не могут повлиять на украинцев, не удавалось. Ну, вот, книга читает, не удалось, попробуем еще разок, давайте еще разок начнем бить молотком. Да, тогда, естественно, это подрывает любую возможность каких-то мирных переговоров. Да, можно сказать, что это противоречило, а как быть? А как быть? Вот им, как быть? Так, как предлагают некоторые горячие головы, да, вы там, прекращайте огонь, выводите войска, нет, это для них и решение. Предпоследнее, если у нас еще, у нас на самом деле время истекает, и я напоминаю нашим слушателям, что мы говорили о гибридной психологической войне просто полностью, совершенно отдельно, если Валерий Дмитриевич не возражает, без всяких технических подробностей, отлично, я думаю, что это будет эпический стрим, потому что мне есть что спросить именно о приемах тактики и стратегии, и мы совершенно не говорили ничего о Хамасе, это мы упущение просто должны исправить и описать их. Да, но поскольку уж мы начали добивать вот эту тему, я, два важных вопроса. Первый, вы уже сказали, что Патрушев очень бы хотел национализацию из-за идеологических соображений. Вот сейчас российская промышленность, на удивление, неплохо, после девальвации и отсутствия импорта работает, прям даже, я все это все время называю военное кенсианство, и более того, я слышала две различные вещи. Одно, мне сказали, что Путин велел не трогать бизнес, потому что, типа, чтобы работало, а другое, что силовики жрут, как в последний раз. Одно, правда, не противоречит другому. А это нисколько не противоречит, нисколько не противоречит одно другому, да, потому что, ну, есть те, кого они считают нужным обезжиривать, есть те, кого они не трогают, но дело в том, что у Патрушева у него другой взгляд. Он считает, что государственное управление гораздо эффективнее, просто эффективнее, а вот эти вот жулики, спекулянты и бандиты по большой дороге, которые не по праву получили эти активы, должны быть наказаны. Вот им, чекистам, это может принадлежать по праву. А вот им, да, список я сейчас не буду называть, но он понятен, им это принадлежит не по праву. Значит, у них надо забрать, передать ведение государства на самом деле в управление правильным, проверенным людям. Честным, чистым, ну, помните там «горящее сердце», «чистые руки» вот таким вот людям надо передать в управлении. А к нему другой взгляд, потому что он как раз в отличие от Путина не понимает даже, я бы сказал, целительной пользы госкапитализма. Его политэкономическое образование все-таки осталось на уровне где-то второй половины 70-х годов. И тогда последний вопрос, не совсем по профилю, но зато очень важный. Ослабела ли на Западе поддержка Украины? Ну, даже будем, ослабела ли в Америке поддержку Украины? А если нет, то готовы ли США поддерживать Украину по-прежнему в полном объеме и до морковки на заговенье? А если да, если ослабела, то почему тоже с вашей точки зрения главная этого причина? Ну, я бы не сказал, что Соединенные Штаты не будут поддерживать Украину. Они ее будут поддерживать, действительно. Но формат этой поддержки, он пересматривается сейчас. Это очень хорошо заметно. Почему он пересматривается? Ну, есть, по крайней мере, несколько причин, находящихся на поверхности. Мы их, в общем, упоминали. Есть усталость от украинской истории, она действительно есть. Есть понимание того, что часть денег расходуется крайне неэффективно, откровенно разворовывается. Есть недовольство. Ну, можно ли здесь быть недовольным? Я не знаю. Но, по крайней мере, это некая демонстрация того, что украинские вооруженные силы не добились никаких качественных успехов, никакого стратегического перелома не произошло и не произойдет. И плюс есть отвлечение ресурсов и внимание. Очень здесь важно, что все начинается с внимания. Вот внимание отвлекается, за вниманием идут ресурсы. Отвлечение внимания на Ближний Восток. Все это в комплексе привело американцев к пониманию того, что необходимо пересмотреть стратегическую рамку для Украины. И они будут Украину подталкивать к тому, чтобы она пересмотрела стратегическую рамку. В каком направлении? Я уже сказал. Ну да, вы не достигли своих целей, мы всегда эти цели имеем в виду, вы их будете достигать, но пока давайте заключать перемирие, чтобы лучше подготовиться к достижению цели. А дальше можно привести множество исторических примеров и аналогий. Я там привел с Брестским миром, а кто-то скажет. Ну вот есть и такие примеры в конце в конце. Германию тоже ожидало воссоединения. Здесь главное правильно выбрать время. Время работает на нас. Надо утешить Украину, сказать, что вы все равно добились колоссального стратегического успеха, что в общем правда, вы смогли сдержать российский натиск, вы сохранили Украину в общем целом, несмотря на все потери. сейчас Украина получит помощь, она будет модернизирована, она станет привлекательной страной, прочее, прочее, прочее. Вот это и есть пересмотр стратегической рамки. Украина, насколько я могу судить, ни общество, ни, по крайней мере, ключевая, наверное, группа элиты еще к этому не готова. Продолжение следует...